Привет, мужик! На связи Шамшурин. И я хочу в этом видео рассказать тебе о том, как сбываются мечты. Сейчас я нахожусь в Паттайе, в моем любимом грязном, азиатском, но при этом трешовом городе, в котором было столько всего классного. И я здесь уже несколько раз был, и как бы из Азии, наверное, это такое для меня сейчас пока одно из самых любимых мест. Вот. Что я хочу тебе сказать. Сейчас мне 30, могу назвать себя довольно успешным человеком, но, наверное, я к этому как-то шел, и этот видос для того, чтобы ты тоже, наверное, начал мечтать. То есть когда-то у меня еще, наверное, 26 лет я жил просто за чертой бедности. Жил в Самаре и как-то работал только где мог, перебивался то там, то сям. И у меня были мечты, да, но я тогда в себя не верил, я ходил к психотерапевту, к психологу, и как-то вот эта женщина меня поддерживала и так далее. И как-то раз она меня спросила, что ты хочешь, и я говорю, блин, мне ничего не хочется, потому что мне все достало, я ни во что не верю, я не верю в себя, я не верю в какие-то свои перспективы. И как бы одним из моих желаний было то, что я говорю, что я хочу на море, я очень хочу на море. Просто моя мечта. Я до 26 лет вообще нигде не был, никогда. Она сказала, напиши, что ты хочешь, что нужно, вернее, для того, чтобы тебе попасть на море. Я написал на бумажке, там, сумка, загранпаспорт, там, деньги, но у меня тогда все упиралось в деньги, я говорю, блин, вот, нужны деньги, поэтому, ну, все бесполезно. И как бы происходит такая фигня, что я был настолько в тупике, я как бы не знал, что делать дальше, как бы, чем именно заниматься. Я тогда уже занимался пикапом, но как бы это не было вот настолько основной моей деятельностью. И я позвонил Максу Красочкину, это, я считаю, что это один из самых лучших тренеров в России. Человек, у которого я когда-то учился сам. И Красочкин, как бы, согласился со мной встретиться. Я говорю, Макс, понимаешь, у меня там жопная ситуация в жизни, я хочу просто с тобой поговорить. Все этот человек для меня является авторитетом. Я приехал в Москву на поезде, чтобы с ним пообщаться одним днем, там, туда-обратно. Мы с ним сидели, общались четыре часа. Бесплатно просто сидели, общались. То есть Макс очень хороший парень. И он там что-то мне как-то вот прям помог все расставить, своим местам расставить по полочкам. И, как бы, что хочешь тоже спрашивать, что ты хочешь. Я говорю, я хочу там то-то, то-то, то-то там, и еще хочу на море. И он говорит, ты знаешь, сейчас в Пикапру проводят честный конкурс. То есть, ну, и главным призом является поездка в Таиланд и, как бы, вместе с их тренерами. Он позвонил, узнал, конкурс честный, да, честный, мы сказали. И, как бы, соответственно, я решил поучаствовать. Я залез на форум, то есть я никогда раньше не был ни у них на сайте, ни где-то на форуме, ни где-то еще. И, как бы, там надо было написать несколько историй филл-репордов. То есть о том, хороший вид, кстати, хочу вам вообще показать. О том, что, как бы, какие у тебя были истории соблазнения. Там много было пиздобов, всяких дрочеров, которые, там, не знаю, придумали какие-то истории. У меня были реальные истории. Но поскольку я на этом форуме человек новый, как бы, и там нужно было, чтобы за тебя много народу проголосовало. За меня никто не голосовал, потому что меня никто не знал, но там очень мало. Я попросил всех своих друзей, знакомых зарегистрироваться. Ну, когда человек ищет путь к своей мечте, он обязательно будет что-то придумать. То есть в данном случае я попросил друзей зарегистрироваться и проголосовать за меня. В итоге я занял третье место из трех и попал в финал конкурса ДК АПРУ в Москве. Я приехал в Москву, там, через какое-то время. У нас был финал, то есть надо было показать, как ты соблазняешь девушек на улице. Ставил лимузин, хаммер на Пушкинской площади. И нужно было натолпить туда тело. То есть кто-то не привел ни одной. Кто-то одну, я привел двух. Причем одна из них была такая, что все тренера там пускали слюни на нее. Из них как бы получилось так, что я перекинулся на ту, которая была более расположена, на ту, которая попроще. И у меня еще в этот вечер с ней случился секс, у нее же в машине. Вот. И последний этап конкурса был в клубе, что нужно было показать, как ты соблазняешь в клубе. И мне сказали еще в клубе, сказали, рыжий, поедешь ты. И я тогда даже не поверил в эту новость. Я думаю, блин, ну, наверное, круто, да, но особо таких эмоций не было. И через две недели после этого я сделал срочно загранпаспорт, и мы поехали в Таиланд. То есть благодаря тому, что все было херово, как бы, но обстоятельства сложились так, что я пришел к одной из маленьких своих мечт. То есть, если ты чего-то истинно, по-настоящему, искренне хочешь, Вселенная обязательно тебе даст возможность это получить. Просто нужно этого очень сильно захотеть. Это я проверил на себе. Я сейчас не говорю о книгах, там, «Секрет» или «Транссерфинг. Реальность». Они, это хорошие очень книги. Но я проверил на себе то, что там написано, и это работает, ребят. И в итоге, когда мы первый раз приехали в Таиланд, мы сначала приехали в Бангкок, там, и, ну, как бы, произошло следующее, что мы накурились вечером. Ну, мне ничего человеческое не чуждо, я на отдыхе могу себе позволить какие-то такие вещи. Я считаю, что это очень круто. Вот, мы накурились, и, как бы, я настолько не верил в то, что вот я нахожусь в Таиланде, то, что я сидел и щипал себя прям очень сильно за руки. Как будто бы это сон, я хотел проснуться. И, а я не просыпался, я во-прежнем был там. Это было вот нереальное ощущение. То есть, с утра я проснулся, у меня были синяки на руках. То есть, вот это было первое впечатление от первого дня, когда я приехал вообще вот там за границу, приехал в Таиланд. То есть, вот так вот сбываются мечты, ребята. И, что хочу вам сказать. Самое главное, это не сдаваться. То есть, как бы ни было херово в жизни, какими бы ни были обстоятельства, да, то есть, бывает так, что ты просто не веришь, что твои мечты осуществлены. Просто мечта о них, просто прокручиваешь в голове слайды какие-то, мысли о них. То, что это у тебя уже есть. И иногда, вот, бывает так, что самым необъяснимым образом вселенная, она пошлет тебе возможность получить свою мечту. То есть, ты думаешь, что ты к ней придешь там только через, что же там, вот такой путь, а она тебе дает совершенно другой путь, и ты получаешь то, что ты хочешь. Просто захотите этого, того, что вы хотите, захотите этого очень-очень сильно. Вот такой был мой первый экспириенс по поводу путешествия в Таиланд, и по поводу того, что все-таки есть хорошие люди, да, там, такие, как Макс Красочкин, благодаря которым я вообще узнал об этом конкурсе и так далее. Сейчас, как бы, в Азии я уже восьмой раз, ну, я был во Вьетнаме, в Камбодже, на Пхукете, в Паттайе. То есть, сейчас это очередной раз Паттайя. Мы отжигаем здесь с друзьями, вот, вечер, пока никого нет, я решил записать это видео. И каждый раз, возвращаясь сюда, я понимаю, что, блин, да, здесь рай, здесь круто. Здесь вот, это место, в которое нужно периодически попадать. Это место, в котором все настолько счастливы, то есть, всех ничего не заботят. Это копеечные цены просто. Когда ты приходишь на рынок и покупаешь, там, не знаю, за 150 рублей просто, два килограмма каких-то нереальных каких-то фруктов просто или чего-то такого, то, блин, это офигенно. Здесь очень классный океан, классное море. Здесь очень классный отель. И вообще атмосфера очень хорошая. То есть, ребята, если даже вы никогда нигде не были, то я очень вам советую, поставьте себе цель, вот, обязательно, там, в этом, в следующем году съездить куда-то. И же, ну, я вам советую лично Таиланд, Паттаю. Это мой вам совет. И как только вы туда попадете, после этого вам еще больше захочется жить, вам еще больше захочется работать, там, въебывать, включать мозги, суетиться, приходить к своим целям. То есть, когда вы побываете тут, вы обязательно захотите вернуться. Или поехать еще куда-то. И это очень сильно мотивирует. То есть, как только вы попробуете вот эту жизнь, как говорят парни из бизнес-молодости, когда человек вдыхает глоток свежего воздуха, он уже не захочет дышать тем говном, которым он дышал раньше. И это очень сильно мотивирует. Собственно, вот, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что мечты сбываются, парни. Просто верьте в свои мечты и делайте что-то для них. Не лежите на диване. Просто делайте, делайте, делайте планомерное. Рано или поздно вы все равно достигнете своих целей. Это обязательно случится. Просто нужно верить. Стиснув зубы, как бы не были херовыми обстоятельства, просто стиснув зубы, верить в то, что все получится. И все получится. Спасибо, что смотришь мой канал. И очень рад вообще, что у меня есть какие-то подписчики, что кто-то постоянно за мной наблюдает. И я очень хочу тебе помочь, очень хочу тебя замотивировать. Ну, искренне твой Владимир Шамшурин. Пока.